Первые студенческие отряды появились в далеком 1924 году. В свободное от учебы время студенты-активисты Советского Союза работали на различных объектах народного хозяйства Республики. Деятельность такого рода выявляла в студентах творческое начало и приучала к труду. Студенческие отряды и по сей день играют важную роль в жизни учащейся молодежи. В Институте образования впервые состоялся Всероссийский молодежный праздник – День российских студенческих отрядов. Светлана – будущая учитель русского языка и литературы. Работа с детьми – ее призвание. Три лета подряд она проводит в детском лагере в качестве вожатой. Однако в педагогический отряд, который занимается вожатской деятельностью, она попала случайно. В УЗИ у нас проводился набор, увидела объявление, что набираются вожатые в педагогический отряд «Камушки». Пришла в наш студотдел, который работает в УЗИ, записалась, пришла на первое собрание, посмотрела ролик, мне очень понравилось, заинтересовало это. И в 2011 году первый раз я выехала на Черное море в составе педотряда «Камушки». Вот, отработав лет, я поняла, что я хочу еще. Мне очень понравилось, и сейчас я уже не могу бросить эту деятельность. Российские студенческие отряды стали преемниками студенческих строительных отрядов, которые существовали в Советском Союзе. Функции их с тех пор заметно расширились. Помимо работы на стройках, студенты трудятся в оздоровительных лагерях, в сельском хозяйстве, сервисной службе. Но самые популярные и многочисленные – педагогические отряды. Сегодня за наш круглый стол мы пригласили командиров и комиссаров студенческих трудовых отрядов «Чувашия», чтобы обменяться своими новыми мыслями, увидеть какие-то перспективные планы, наметить новые объекты для нашей работы. Я думаю, что вот этот круглый стол поможет в дальнейшем развивать сотрудничество между вузами, между работодателями. Ну и, конечно же, будем сегодня же рассказывать о добрых традициях, которые зарождались еще далеко-далеко в далеком прошлом. В разговоре приняли участие командиры и участники педагогических, сервисных и строительных отрядов республики. Старшее поколение передало эстафету современным студентам. В завершении активных участников РСО наградили грамотами и медалями, которыми они, как настоящие бойцы, украсили свою форму. Дарина Игнатьева, Александр Петров, Республика.